МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажем о жутком убийстве беременной женщины в Казани. Не хотел. Опять получилось. Сожитель не вынес обидных слов о своем пьянстве и нежелании работать. И целая серия крупных аварий. Прямо получилось очередь в ногу. Она прям кричит, прям невозможно. Я думал, все, конец ей уже. Пять машин пострадали в одном происшествии. Три автомобиля протаранил трамвай с отказавшими тормозами. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвого водителя с нетрезвыми пассажирами задержали полицейские на проспекте Ямашево. Компания привлекла внимание стражей порядка тем, что они то ли толкали, то ли упирались в автомобиль, чтобы не упасть. И все это посреди оживленной проезжей части. При этом не обращая внимания на другие автомобили и чуть несколько раз не попав под колеса. С веселой компанией познакомился Рамиль Шайдулин. А вы что-то отмечали? Праздник у вас какой-то? День рождения сегодня. У вас день рождения? Да. Какой праздник отмечали? Да. Веселая компания отмечала день рождения своего друга. После бурного застолья они решили то ли поменять место дислокации, то ли съездить за дополнительной порцией спиртного в магазин. Сами в показаниях часто путались. До цели доехать не смогли. Их поведение привлекло внимание сотрудников полиции на проспекте Ямашево. Стражам порядка показалось странным, как четыре человека сильно шатаясь прямо посреди проезжей части то ли толкали ладу 14-й модели, то ли опирались на нее, чтобы не упасть. При этом никто не скрывал, что до этого они ехали. Машина сломалась у вас? Да, она просто заглохла. А за рулем просто? Мы начали тормозить немножко. Мы никого не ударили, мы никуда не врезались. Зачем? К нам вот такой вот. Алкашин. При этом нетрезвая компания совершенно не обращала внимания на других участников довольно оживленного движения. И, как говорят очевидцы, несколько раз, едва не попадая под колеса, объезжающих их машин. Сотрудники ГИБДД невооруженным взглядом определили, что водитель также был пьян. Однако он сам с этим был не согласен, а доказать обратное, пройдя проверку на алкотестере, отказался. Но его товарищей в тактику попытки ухода от ответственности посвящены, похоже, не были. А за рулем ваш товарищ находился или вы сами? Нет, я живу не очень. А он тоже был в состоянии обвинения, да? Расстроен в этой ситуации был, видимо, только водитель. Остальным все происходящее доставляло исключительно радость. Мамуле, я тебя очень сильно люблю. Аб***ть не стоит. Я тебя обожаю. И Ульяну обожаю. И дочу обожаю. Обожаю. Я за них порву всех. Рамин Шайдулин, Нафиса Минясова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пошел на обгон и устроил крупную аварию. На улице Шуртыгина Мерседеса прокинулся на бок после столкновения с автомобилем Ford Focus. Удар был такой силой, что машина участников аварии откинула на припаркованные рядом транспортные средства. Всего разбитыми оказались пять машин. Как так произошло, расскажет Альбина Минебаева. Скорая помогла первой медицинской помощи. Но только водитель Мерседа, там руку ему. После оказания медицинской помощи бригада врачей покинула место происшествия. Без пострадавших госпитализация не потребовалась никому из участников ДТП. По рассказам очевидцев, сначала столкнулись и на марке Mercedes и Ford Focus. Последний начал поворачивать с улицы Шуртыгина налево на прилегающую территорию. С левой же стороны его начал обгонять Мерседес. Я включаю поваживание, поваживание и все. Эту же версию подтвердили и другие очевидцы. Мерседес шел на обгон и бил, навстречу к выехал. После столкновения у Ford оторвалось колесо, оно попало в стоящее Renault Duster. Мерседес перевернулся, ударив при этом как Volkswagen Tiguan, так и Lado 14 модели. Объяснить свою версию владелец немецкой на марке не захотел. Нет, не хочу. Степень вины каждого из участников аварии автоинспекторы будут устанавливать с учетом съемок с камеры, установленной на этом участке дороги. Альбина Винебаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Два человека пострадали в результате аварии в Высокогорском районе. В поселке Бирюли столкнулись Лада Калина и Лада Ларгус. По предварительной версии, 27-летний водитель последний на одном из перекрестков не предоставил преимущества Калине. Обоих автомобилистов госпитализировали прибывшие на место медики. Предполагаемый виновник отделался ушибами и ссадинами. В свою очередь, 76-летней женщине-водителю Калины повезло меньше. Пенсионерка получила ушибы затылочной области и грудной клетки, а также переломы. Убил свою беременную сожительницу за упреки. В Казани задержали 32-летнего Андрея Парахина. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь свою 33-летнюю возлюбленную, находящуюся на 6-м месяце. Женщина от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. У нее остался 12-летний сын. В кровавой истории разбирался Айрат Назипов. Для всех неожиданностей в нашем подъезде такого не было. Соседи-сожители до сих пор в шоке. Они рассказали, что пара проживала вместе около двух лет. Женщина готовилась стать матерью во второй раз. Однако на мечтах о благополучной семейной жизни вечером 1 мая поставил точку ее возлюбленный. По предварительной версии, преступление произошло в этой съемной квартире. Как считает следствие, 32-летний Андрей Парахин убил беременную сожительницу из-за упреков в свой адрес. По данным оперативников, в тот роковой вечер между сожителями произошел конфликт. Женщина стала упрекать подозреваемого в том, что он не работает и злоупотребляет спиртным, в то время как она на 6-м месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. Андрей Парахин, находясь в состоянии опьянения, обидных слов не стерпел и ударил ее ножом в грудь. В соседней комнате находился старший 12-летний сын, потерпевший от первого брака, который вызвал до местного медика. Однако довезти до больницы ее не удалось, и она скончалась по дороге в скорой помощи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство беременной женщины». Сегодня мужчине избирали меру пресечения. Следствие просило оставить его под стражей. Парахин был не против. На суде уроженец Краснодарского края отметил, что ранее уже был судим. Также рассказал о причинах своего поступка. Выслушав мнение всех сторон, Советский суд арестовал подозреваемого до 1 июля этого года. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Трех бугульминцев задержали полицейские по подозрению в серии «Краш» из автомобилей. Ими оказались 24- и 27-летние ранее не судимые жители города, а также 17-летние жители села Ключи Бугульминского района. Во время обыска «Жигулей» седьмой модели и «Деунексии», на которых передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного. Молодые люди во всем признались и рассказали, что похищали аккумуляторные батареи с грузовиков, начиная с января этого года. Весь товар они сбывали в магазинах, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. Всего следователи насчитали порядка 20 фактов «Краш» на территории Бугульминского, Альметьевского, Ознакаевского, Лениногорского районов Татарстана. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Крупная авария произошла сегодня на пересечении Сибирского тракта и улицы Пионерская. Там, по рассказам очевидцев, трамвай протаранил три стоящих автомобиля, ожидающих возможности повернуть налево. По предварительной версии, у общественного транспорта отказали тормоза. Без пострадавших не обошлось. Алина Бережная была на месте спустя несколько минут после происшествия. Прямо получилась очередь в ногу. Она прям кричит, прям невозможно. Я думал, все, конец ей уже. Сразу после столкновения испуганные родители вызвали на место врачей. Больше всех досталось девушке, сидевшей на переднем пассажирском сидении одной из намарок. Медики оказали ей первую помощь. К этому моменту родственники все еще находились в состоянии эмоционального шока. У меня дочка поврежденная. Смотрите, вся машина в дребезге. Начальнику звоню, она бросает трубку трамвайного депо. Надо отсидеть им разобраться. Еще, наверное, оставят нас крайними. Так, дело не было. Сейчас ей нужно трампу ввести. Колено опухло. По рассказам водителей, на перекрестке стояли три автомобиля Киа. Водители хотели повернуть на улицу Пионерской, но не успели. Пропускали поток встречных автомобилей. В этот момент их и снес вагон трамвая. У нее отказали тормоза. Она ехала прямо. Тормоза отказали, и она ехала, и все протаранила машины подряд. В итоге три автомобиля разбросало по дороге. В одной из них находился ребенок. У меня ребенок пострадал. А, ну иди. Да, ребенок здесь со мной. Сейчас поедем. Вагоновожатая от комментариев отказалась. Она все еще не могла оправиться от шока. Я пока не могу. Степень вины всех участников аварии автоинспекторы будут устанавливать после постановки окончательного диагноза всем пострадавшим. Материальный ущерб также предстоит подсчитать. Но можно предположить, что он будет не маленьким, учитывая, что платить придется как за поврежденные автомобили, так и простой трамваев. Алина Бережная, Радназипов, Константин Бушоев. Вызов 112. Иномарка на полной скорости въехала в дорожное ограждение проспекта Ямашево. Как утверждает ее водитель, все произошло из-за другого автомобиля, который подрезал Фиат и не останавливаясь скрылся. Мужчина, уходя с столкновения, резко вывернул руль. Детали происшествия в материале Анны Городновой. Искореженный забор и сильное повреждение иномарки. Результат наезда на ограждение водителем автомобиля Фиат на проспекте Ямашево. Как признался сам мужчина, причиной всему стал другой, подрезавший его автомобиль. Столкновение с ним избежать сумел, но в ту же секунду врезался в забор. Он подрезал немножко и все. И поэтому его в забор влетели. А человек, который подрезал, он уехал, получается? Да. Мужчина рассказал, что правил не нарушал и такого поворота события не ожидал. Опечалился, что в этом случае участник происшествия он один. Он же и будет признан виновным. Ремонт автомобиля, восстановление ограждения ему придется оплатить самому. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, ВИЗО 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.